Дорогие друзья, предлагаем вам познакомиться с книгой Юрия Коваля «Круглый год». В этой книге на каждый месяц календаря вас ждет замечательный рассказ. Мы с вами прочтем рассказы, посвященные зимним месяцам. Декабрь. Снеги белы. Холодные уже наступили времена, темные настали долгие ночи. Вечерами все сидит орехи в новоокна, вяжет варежки и напевает. У меня перед окном распустилась сирень. — Сирене теперь долго не дождаться, — сказал я. Про сирень не время петь, зима на носу. Грачи последние улетают. Про сирень всегда время петь и зимой, и летом. Она отложила вязание, глянула в потолок и вдруг запела. Снеги белы выпадали. Охотнички выезжали, — подхватил я. Так мы пели и глядели в потолок. Наверное, потому, что откуда-то оттуда, из высот запотолоченных, ожидали мы снега. А на утро, когда я проснулся, Орехевна сказала, — «Накликали мы с тобой, зазвали, наманили». Необыкновенно светло было в избе. Серебряный снежный свет шел из окон. Я надел валенки, выскочил на улицу. Первый снег этого года ровно и плотно лег на землю. Все покрыл. И крыши, и дорогу, и дальние лесные поляны. Сосед наш, Лискандрич, вышел на улицу и тоже в валенках. «Вот теперь и считай», — сказал Александрич. «Через сорок дней ляжет настоящий снег. А это первая пороша. Она скоро растает». «Вот я теперь и считаю, сколько дней ждать снега настоящего, долгого, до весеннего. И валенки, конечно, не снимаю. Я эти валенки и летом надеваю, когда в баню иду. Люблю я валенки, но только с галошами». Январь. Снегири и коты. «Поздней осенью с первой порошей пришли к нам из северных лесов снегири. Пухлые и румяные уселись они на яблонях, как будто за место упавших яблок. А наши коты уж тут как тут. Тоже залезли на яблони и устроились на нижних ветвях. Дескать, присаживайтесь к нам, снегири. Мы тоже вроде яблоки. Снегири хоть целый год и не видели котов, а соображают. Все-таки у котов хвост, а у яблок хвостик. Да чего ж хороши снегири, а особенно снегурки. Не такая у них огненная грудь, как у хозяина снегиря, зато нежная, палевая. Улетают снегири, улетают снегурки. А коты остаются на яблони. Лежат на ветках и виляют своими яблочными, будто хвостами. Февраль. Снежный всадник. Говорят, когда выпадает первый снег, объявляется в лесах снежный всадник. На белой лошади скачет он по заснеженным оврагам, по сосновым барам, по березовым рощам. То там за елками, то там на просеке мелькнет снежный всадник. Объявится перед людьми и мчится бесшумно дальше. По заснеженным оврагам, по сосновым барам, по березовым рощам. Никто и не знает, зачем он появляется в лесу и куда путь держит. А с людьми-то он как? Спросил я Орехиевну. Разговаривает? Чего ему с нами разговаривать? О чем спрашивать? Он ведь только глянет на тебя и сразу все поймет. Он как по книге читает, что там у тебя в душе написано. Давно уже прошел сороковой день после первого снега. Наступила крепкая морозная зима. Но вот как-то в заснеженном овраге увидел я, как промчался вдали снежный всадник. Постой, крикнул я вдогонку. Приостановился всадник. Мельком глянул на меня и тут же пришпорил коня. Поскакал дальше. Сразу прочел, что у меня на душе. А на душе у меня ничего особенного не было, кроме тетеревов да зайцев и валенок с галошами. Другой раз в середине зимы встретил я всадника. Свистнул и приостановился снежный всадник. Обернулся и сразу прочел, что у меня на душе. А на душе у меня опять ничего особенного не было, кроме, конечно, горячего чаю с медом. Все суровее, глубже становилась зима. Снега все падали и падали на землю. Замело. Занесло снегами леса и деревни. В самую глухую зимнюю пору встретился мне всадник в третий раз. Неторопливо шагом ехал он по просеке, по березовой роще мне навстречу. Увидел меня, остановился. Хотел я его спросить, долго ли до весны, да постеснялся. Внимательно и терпеливо смотрел на меня снежный всадник. Читал мою душу от конца до начала. А что же там у меня на душе-то? Субтитры создавал DimaTorzok